Здравствуйте! Приближается пора, когда дачники начинают усиленно выискивать новые сорта семян овощных, декоративных культур для своих садовых участков. И приобретая эти семена в торговых точках, не забудьте приобрести и пряные травы, которые не только помогут разнообразить блюд, даже самых знакомых вам блюд, но и принесут существенную пользу. А много места на участке они не займут. Несмотря на то, что базилик хорошо знаком нашим дачникам, он почему-то не получил широкого распространения. А зря. Эта душистая травка довольно неприхотлива к условиям выращивания и к тому же обладает рядом полезных качеств, о которых известно с глубокой древности. Выходец из тропических областей Азии, сегодня базилик выращивается на всех континентах. Очень популярен он в странах Южной Европы, на Кавказе, в Индии и в Средней Азии. Название растения происходит от греческого «базилиус», что означает «король». В природе известно более 70 видов этого растения, но в культуре используется лишь несколько из них. Интересно, что отличаются они большим разнообразием формы и окраски листьев и своим ароматом. Одни имеют сильно выраженный запах душистого перца, другие пахнут корицей, мятой или лимоном, третьи напоминают гвоздику. Благодаря пряному аромату и сладко-горькому привкусу, базилик нашел очень широкое применение в кулинарии. Семена добавляют в супы, салаты и даже некоторые напитки. Зелень используют как в свежем, так и в сушеном виде. Свежий базилик идеально подходит под некоторые виды мяса. Его добавляют к рыбе, овощам, сырам и супам, разнообразным соусам. Зеленый базилик – незаменимый ингредиент итальянской кухни. Его листья и побеги добавляют в салаты и знаменитый соус песто, а также к блюдам с чесноком, томатами, баклажанами, рыбой и другими морепродуктами. Несколько листьев, добавленных в обычный суп, позволят получить практически итальянское блюдо. Кстати, это растение является одним из главных ингредиентов знаменитой пиццы «Маргарита». Базилик отлично сочетается с прочими специями и травами. Без него невозможно представить настоящий узбекский плов. Кстати, узбеки по-разному называют базилик. Фиолетовая разновидность, которую чаще используют для ароматизации плова, называется райхон, а зеленолистная – жамбл. Специфический аромат делает культуру незаменимой в качестве ароматизатора для солений. Мелко измельченные листья базилика придают интересный вкус бутербродам, если смешать их со сливочным маслом. А если скомбинировать их с оливковым маслом и дать настояться не менее 12 часов, получится безупречная салатная заправка. Как и многие пряные травы, базилик еще с древних времен применялся в народной медицине для терапии кожных заболеваний и расстройств пищеварения. Но с течением времени были доказаны и другие целебные свойства. Установлено, что базилик стимулирует секрецию пищеварительных желез, поэтому показан при снижении аппетита, ощущении тяжести после еды, метеоризме, запоре. Противовоспалительное действие растения позволяет использовать его при гастрите, панкреатите, колитах, различной этиологии. Противомикробные свойства уместны при дисбактериозе и отравлениях. Специя способна регулировать липидный обмен, ускорять расщепление и выведение жиров, из-за чего активно применяется для похудения. Базилик применяют для профилактики гипертонической болезни и ее терапии на разных стадиях. Регенерирующее и противомикробное действие базилика используется для лечения всех повреждений кожи, раны, ссадины, царапины, укусы насекомых, ожоги, обморожения, грибковые поражения. Растения применяют при стоматите, ларингите, фарингите, ангине, болезнях десен для устранения зубной боли. Масло из базилика активно используется в косметологии. Без него не обходятся действующие процедуры по уходу за кожей. Оно позволяет разгладить морщинки, замедлить процесс старения кожи, сделать ее упругой и эластичной. Масло часто добавляют в различные омолаживающие средства. К сожалению, базилик имеет и некоторые побочные действия, которые, впрочем, возникают при неумеренном употреблении специи. Очень осторожно базилик следует употреблять беременным женщинам, людям после перенесенных тяжелых заболеваний сердца. Благодаря высокому содержанию витамина К, повышающему свертываемость крови, базилик нежелательно употреблять людям, страдающим заболеваниями сосудов или гипертонией. Лучше всего базилик растет в теплом климате, но и в наших условиях, особенно если лето случается жарким, вырастить его несложно. Главное помнить, что базилик любит тепло, солнечный свет, умеренную влагу и плодородную почву. Его можно вырастить как через рассаду, так и посевом семян непосредственно в открытый грунт. Однако более надежным считается первый способ. К тому же он позволяет получить более ранний урожай. Высев семян на рассаду, рекомендуется сделать сначала до середины апреля. Посевы сверху накрывают полиэтиленом либо стеклом и убирают в хорошо освещенное и теплое от 20 до 25 градусов место. Первые сеянцы можно будет увидеть спустя 7-15 дней после посева. Высадку в открытую почву производят с середины по конец мая, когда минует угроза возвратных заморозков, поскольку даже нулевая температура губительна для растений. Если же вы решили вырастить базилик у себя на подоконнике, то его посев следует производить в последние дни февраля либо 1 марта. Для посева можно использовать торфяные таблетки либо торфоперегнойные горшочки. При правильном соблюдении условий выращивания срывать первые листочки можно будет уже через 6 недель. Следующая страничка нашей программы адресована любителям кошек. И сегодня рассказ об одной из самых крупных домашних кошек, который называется Мэйн Кун. Оксана, как зовут эту красоту, что у вас в руках? Вот она пока еще в стрессе, я вижу, боится незнакомых. Боится, боится. Мы ее дома зовем Куняша, Куня. По документам она Джулия. Это вот новоиспеченная мамаша, да? Да, второй раз мы мамой стали. Ну, очень она сейчас немножечко адаптируется, она будет более спокойней, более ласковей. А так она вот боится, что типа боимся всего, да? Ну все, девочка красавица. Оксана, вот о Мэйн Кунах очень много ходит самых разных разговоров. Наверное, потому что это очень крупные кошки, наверное, самые крупные, да, из пороги? Из домашних, да. Вот. Одни считают, что они очень агрессивные, другие говорят, что они очень независимые, и, в общем-то, и хозяин у них... Не в авторитете, да? Нет. Что вы можете рассказать? Хозяин в авторитете, он прям, если Мэйн Кун дома, вы никогда не будете одни. В одиночество у вас не будет. Он ходит, заглядывает в глаза, урчит. Они вообще же не мяукают, они урчат, они сдают такие трели интересные. Помогают везде, это помощники. Если я мою посуду, это рядом. Это везде, рядом. Агрессивные добрые, они очень. Насколько большие, настолько и добрые. Интеллект у них человеческий. Преданность собачья. Ну, вот, это правда, такие коты... Я даже вот не ожидала, что такой характер, такие уравновешенные. Они будут все терпеть. Сушку феном, поездку на выставку. Все будут терпеть. Будут сидеть спокойно, еще ждать. Вот мы с Куняшей ходили на выставку, была международная выставка. И, не дай бог, я отошла куда-то дальше. Она выглядывает, смотрит меня. Прям вот, как же я говорю, я здесь, рядом. Я никуда не ушла. Все, она успокаивается. С охранностью мебели, ну, сами видите, диваны все целые. Мама сразу котят приучает к чёске. Туалет, это у нас строго. С ним мы вообще на вы. Все это строго, никто нигде. Вот их четверо, никто нигде не гадит. Корм, насчет корма, ну, мы покупаем роял Канин, специально для мейн-кунов, что там все входит. А так даю сырое мясо, сырую рыбу. Там как-то, я не могу сказать, мне кажется, как обычных котов кормят. Интересное название. Оно, вот, мне кажется, каким-то таким в Юго-Восточной Азии попадет. Откуда эти кошки произошли? В США. Штат Мейн. И поэтому их назвали Мейн-кун. Кун, это же в переводе, по-моему, с греческого. То есть американцы по происхождению. Да. Но у нас, куняша, у нее немецкие корни, у бакса польские корни. С чего началось-то? Почему именно такая корня? С чего началось? Пошли на выставку, повели детей. Детям было, наверное, по годам 4. Мы повели детей на выставку. Как всегда у нас же проходят выставки. Повели на выставку. И увидели, там с Екатеринбурга привезли мейн-куна. Большой, огромный кот был. И муж у меня прям загорелся. А тут дочь попросила на день рождения. Папа, подари мне котенка. Маленького. Он говорит, он же вырастет. Я говорю, ну давай купим британца. Или вон, говорю, в приюте возьмем котенка ей. Он говорит, нет. Или Мейн-кун, или никто. Почитали, что характер очень уравновешенный. Что с детьми очень хорошо ладят. С собаками. Мы ходим на улицу на поводке. Да, мы ходим, мы играем. Я смотрю на посторонних людей. Они очень настороженно реагируют. Ну это пока. А потом все. Вон уже и Бакс пришел. Он уже все. Видите, и Куняша уже спокойно. Это пока. Они адаптируются. Еще будут заглядывать в глаза. Еще будут по плечу так стучать. Они очень ласковые, очень. Вот насколько у них вот они большие, такие огромные. Настолько вот у них доброты. У вас все животные уже половозрелые, да? Ну вообще да, и котята, да. Хотя там 9 месяцев уже, по идее, да. Ну вот эта кошечка, которая уже дважды стала мамой. Папа свой же, да? Папа нет. Папа у нас с города Перми. Папа у нас, нет, он у нас, наш. Мы его купили, он с города Перми. Он вообще свежая такая кровь. У него тоже там родители чемпионы мира, там все такое, знаете, можно так сказать, элитное. Ну вот, смотрите, вообще спокоен, все спокоен. Ну а на меня ты как отреагируешь? Спокойно, сейчас понюхает. От меня собачкой может пахнуть. А мы с собачками живем? Она очень добрая, очень психика адекватная. Уши, да, с кисточкой. Как у рысих. Вот черный убежал, по документам он у нас витязь, убежал, у него еще гуще кисточки. Он прям такой, он больше мамы, уже выше мамы прям. Так же прививаются, как и всех кошек, надо же прививать, давать антигистаминные, антиглистогонные препараты. Все то же самое. Я не увидела там особого ухода или особого какого-то, что они чем-то отличаются. Единственное, что они чем отличаются, характер. Очень добрый, очень ласковый. Они прям его чувствуют, хозяин. Никогда не подойдет, если ты не хочешь, и кошка чувствует, что у тебя плохое настроение. Никогда не подойдет. У них вот здесь вот короткая немножко шерсть, а дальше идет у них длиннее. Видите, хвост длиннее, чем у обычных котов. Потому что они зимой, они вот так вот укрываются. Видите, хвост закрывает. Потому что они же с такого штата, где очень холодно. Вот они вот так раз этим хвостиком. Достаточно терпеливо относятся к тому, что вы его... Я вам говорю, спокойно. Мы все терпим спокойно. Мы так вот... Потому что это так захотел хозяин. С детьми как они? Отлично. Очень отлично. Вообще прям. Я же говорю, вот черный у нас котик, он дружит с сыном. А вот вторая кошечка, ну, та вообще трусишка у нас, она дружит с дочерью. И если я вот уроки учим, если я повысила голос на детей, они бегут и бьем... Брр, брр, брр. Я говорю, уйдите за ступники. Чтоб я не ругалась. Никогда не выпустит когти, никогда зубы свои не покажет. Ничего. Вот этого вот нету. Как обычные коты. Вот смотрю, у людей руки поцарапаны. Думаю, у меня четыре кота, и руки целы. Думаю, я, пожалуйста, их могу взять, тискать, целовать, там, с ними вот разговаривать. У нас вот Куняша очень хорошо понимает слово «нельзя». Если она там раз, начинает куда-то лезть. Я говорю, Куняша, нельзя. Она посмотрела и ушла. Спокойно все так. Ну, очень. То есть команда понимает, считает, что кошки дрессуре не поддаются. Менькуны поддаются. Поддаются дрессуре, потому что им можно научить и мячики носить. Все, они прям такие. Как собаки, вот правда, собаки. У нас вот муж Бакса зовет. Бакс, пойдем. Стучит по ноге, он бежит за ним. Я говорю, вот собака, говорит, и наша. Ну, у вас в доме есть и собаки, причем собаки размером меньше, чем кошки. Меньше, да. Меньше. Карликовый пудель еще. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот Куняша рожала, они все возле нее. Но они терпят соседство собак или они с ними дружат? Дружат. Дружат. Терпеть? Нет, они дружат. Они вот никто никого не обижает. Все как-то вот спокойно. Вот мы ходим гулять, у нас во дворе немецкая овчарка. Играют они с Куняшей очень хорошо играют. Она прям вот мира у нас прям ждет Куняшу, чтобы вот вышла на улицу. Говорю, вы прям подружки. Ну все, ну что ты, сиди, ты же красивая. Вот они такие маленькие рождаются. Какие лапочки. На, вот они, твои-твои. Твои-твои, конечно, детки твои. Твои-твои. Сейчас зашквальник, смотрите. И унесет. Да. Сейчас она аккуратно возьмет. А, это девочка. Это же, как все девочки мы такие вот скандальные. Сколько этой девочки? Вот 17-го числа она родила у нас. Это сегодня 23, 24-я. 17-го три. Семь дней. Неделя. Неделька ему, да, всего. Но то мы родились меньше намного. Мы уже вот, мы уже вот двигаемся. Вот такие вот уже. Ну, красавица ты наша, красавица. Ну иди, иди, забирай. Конечка, забирай, конечка, забирай. Забирай девочку свою, забирай, красавица. Я больше не буду трогать, не буду. Псих. Камеру прицеп, вот он, красавчик наш. Все, все, иди. Созвездие юных талантов. Так называется выставка, которая работает сейчас в залах областной картинной галереи. Эта выставка составлена из работ выпускников художественной школы имени Никифорова. Одной из лучших школ в республике. Мы предлагаем вам совершить небольшую экскурсию по залам картинной галереи. А я на этом с вами прощаюсь ровно на одну неделю. До свидания. На выставке у нас здесь представлено более ста работ. Они выполнены у нас в разных темах и техниках. Творчество ребят поражает радужным миром красок, фантазией, энергией молодости в различных жанрах. Здесь представлен натюрморт, пейзаж, портрет, исторические и другие жанровые работы. Там за горизонтом, вечер у костра, портрет бабушки, подводный космос, вдохновение, ребенок в каждом сердце. Вот некоторые названия из работ. Все работы, представленные здесь на выставке, они каждая говорят сами за себя и живут по своим законам. Все так очевидно. Люди доверчивы, просты и сердечны. Учащиеся используют в своем творчестве в живописи акрил, гуашь и масло. А в декоративно-прикладном искусстве это флористика, нетканный гобелен и новое популярное направление это кинусайга. Витраж, батик, войлок, смешанная техника, декоративная роспись. Также здесь представлена у нас скульптура и графика, которые занимают достойное место, представленные этой выставке. Художественная школа Никифорова является одной из лучших школ в Республике Казахстан. Она обладает такой материальной базой и такими педагогическими ресурсами, которые ей позволяют быть в лидерах художественного образования. В художественной школе работают такие педагоги, как член Союза художников Республики Казахстан Шалунова Светлана Ивановна, член Союза художников Республики Казахстан Гончаров Николай Васильевич, молодые педагоги Шалунов Дмитрий Александрович, Бурцева Анастасия Андреевна, Яркова Яна Анатольевна, Васильева Елена Вениаминовна, Кузьминкова Татьяна Владимировна. Она и педагог, она и директор. Художественная школа имени Александра Ивановича Никифорова реализует многие творческие проекты. Например, это республиканский проект «Дети рисуют мир» Казахстан, ассоциации клубов ЮНЕСКО. Международный проект «Дети рисуют мир» Центральная Азия, ассоциации клубов ЮНЕСКО. Фестиваль творческой молодежи Шабыт, областной проект «Педагог и его школа», областной проект «Рахмет Саган Туганьел» и многие-многие другие. Кроме того, учащиеся художественной школы, они участвуют у нас в конкурсах портретов, в конкурсах «Жасталкын». И это радует, что молодые такие таланты есть у нас в городе Кустаная. Мы приглашаем всех посетить нашу выставку, посмотреть дипломные работы учеников и окунуться в прекрасное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин